Привет, дорогие мои! И я в черногорском туалете. В грязном, неотделанном, сыром, вонючем черногорском туалете. И некоторые из вас считают, что Черногория это именно и есть этот туалет. Не буду мучить ваши барабанные перепонки ужасной акустикой и пойду все-таки на улицу. Привет еще раз! Приветствую вас на канале Германа Черногории. И сегодня мы поговорим о ужасной, скверной и самой страшной стране на свете Черногории. И о том, что категорически нельзя сюда приезжать, эмигрировать и вообще даже путешествовать сюда ездить нельзя. Потому что ужас, ужас, конец, край и вообще все. Никогда не эмигрируйте в Черногорию, это самая ужасная страна на свете. Ад на земле. Почему люди уехали из Черногории 3 на максималках? На канале есть два ролика на тему, почему люди уехали из Черногории. Первый из них набрал больше 17 тысяч просмотров, второй ролик больше 6 тысяч просмотров. Этот ролик для всех недовольных и групп в фейсбуке Черногория, осторожно грабли и так далее. Этот ролик моя интульгенция, после него не говорите, что я вас не предупреждал. Значит, если вы не смотрели внимательно мой канал, о том, где я рассказывал про свои эпик фейлы, про 10 своих ошибок, крах инвестора, как просрать деньги, открыв ресторан, то вот вам ролик, ребята. Тот, который вот-вот прям мякушка. Вот все. Не надо ехать в Черногорию. Пожалуйста, я вас умоляю. Давайте я начну с себя. Моя история переезда в Черногорию. Во Владивостоке, там, где я жил 14 лет назад, моя мама была ректором института. Папа был директор двух больших крупных компаний, в которых больше 100 человек работало в этих компаниях. И я был руководителем в одной из этих компаний. То есть, подо мной было 100 человек подчиненных, понимаете? То есть, я был руководителем. Что случилось, когда мы переехали в Черногорию? По сути, мои родители стали пенсионерами, вышли на пенсию, а я стал юристом в своей маленькой компании с одним работником. Ну, иногда их было два или три. Но в основном один. Один работник. То есть, для нас, для нашей семьи, Черногория стала прямым дауншифтингом. Вопрос, сделали мы это правильно или неправильно? Хотим ли мы это отмотать назад? На самом деле, я ничего не жалею. И я могу уехать назад. У меня осталось еще в Владивостоке помещение, куда я могу приехать, открыть свой бизнес, зарабатывать деньги. То есть, я могу вернуться в Россию в любой момент, но не хочу. Но это мой выбор. Не будьте как Герман. Значит, какие у нас претензии валятся в сторону, не знаю, меня или других блогеров и так далее. Я, кстати, прошу не обобщать. Все-таки я про Черногорию рассказываю по моему истину. И я не завлекаю вас в Черногорию, не говорю, как здесь прекрасно и надо ехать. Я вам рассказываю правду. Вот. Я рассказываю, я хожу по пляжам и рассказываю, как там воняет говно. Я записал для вас несколько роликов с заброшенных отелей. Понимаете, они еще не вышли на канале, но они выйдут, обязательно выйдут. Вот. Поэтому не надо, пожалуйста, обобщать. Так вот. В Черногории нет работы. За год-два проедаются все сбережения. Черногория живет с туризма. Полгода все зарабатывают на туристах. Полгода проедают заработанные деньги. Без туристов здесь население 630 тысяч человек. Все приезжие идут в одни и те же ниши, а потом удивляются, что всем места не хватает. Рендокары, риэлторы, гиды открывают кафе. Да, нужна денежная подушка от 10 тысяч евро. Ехать с 2-3 тысячами семьей нет смысла. Бизнес делать очень сложно. Незнание языка и менталитета. Маленький рынок. Если у вас нет опыта предпринимателя, вам будет очень сложно начинать его в незнакомой стране. Ребят, вы приезжаете и думаете, что здесь легче? Легче, чем в России? Если у вас в России не получился бизнес, здесь он получится? Нет. Ребята, здесь в 10 раз, в 100, в 1000 раз сложнее. Потому что вы не знаете языка, вы не знаете менталитета, вы не знаете ни хрена. И поэтому не удивляйтесь, когда вы приезжаете с копейками какими-то. Я не оцениваю. Ребят, я потерял в Черногории очень много денег. Очень много денег. Поверьте, я сейчас в минусе. Если брать с тем, что я приехал, и что сейчас, причем в огромном минусе. Но при этом я умудряюсь как-то выживать в этой стране уже на протяжении 14 лет практически. И для того, чтобы здесь все получилось, надо быть мега-крутым бизнесменом. Либо быть мега-рукастым человеком. Либо быть непробиваемым в плане упорным. Понимаете? А если вы надеетесь, что вы приедете тут с 500 еврами в кармане, и тут же на вас посыпется золотой дождь. Ну, золотой дождь может на вас и посыпется. Вот. В общем, короче, ребята, не надо ехать в Черногорию, если вы А. Не имеете денег. Б. Не имеете очень хороших рук. И. С. Если вы не очень крутой бизнесмен. Потому что, скорее всего, у вас не получится. Черногория – это дауншифтинг. Да, я про это вам сегодня говорил. Любая миграция – это первое время дауншифтинг. Если вы не долларовый миллионер-инвестор или суперкрутой айтишник, вам ужас и кошмар, что придется мыть полы в Черногории или работать на стройке. В Германии, Франции, США вы тоже пойдете сразу работать в банк врачом или инженером. Нет, не пойдете. Почему вы решили, что в Черногории вам сразу должны дать работу в уютном офисе за много денег? Я всегда говорю, что Черногория – это про руки, а не про голову. Именно так. Черногория в плане работы идеальна для фрилансеров. Когда работаете на хорошую зарплату, а живете в дешевой стране, где можно в месяц всего 40 евро платить налога и 50 евро бухгалтеру, 90 евро в месяц. В какой стране в Европе можно так дешево платить за легальное проживание? Да ни в какой, ребят, ни в какой. То есть реально, если вы не долларовый миллионер и не фрилансер, то в Черногории для вас 99,9% будет дауншифтингом. Потому что если вы были на руководящей должности в Газпроме или в каком-то банке, вы сюда приедете и будете мыть полы, если у вас нет денег, если вы сразу не откроете крутой бизнес. И самое главное, умоляю вас, ребята, не покупайте машины и не делайте рентокар. Потому что рентокаров очень много, конкуренция очень большая. А еще есть сетевые рентокары, а есть еще черногорские рентокары. А черногорцы, как вы помните, они здесь живут, у них есть связи, еще они знают язык, а вы ни черта не знаете. Поэтому последнее дело, какое можно открывать в Черногории, это рентокар. Я об этом говорил миллион раз. Ужасная медицина, ребята. Черногория это страна с населением 630 тысяч. Это ни Москва, ни Питер, ни Киев. Здесь медицина областного центра России или Украины. Это заграница, но ни Германия, ни Израиль в плане медицины. Ребята, не надо пенять на черногорскую медицину, потому что это областная, даже можно сказать сельская медицина. Ребята, поэтому чего вы удивляетесь? Если вы болеете, если у вас хронические заболевания, если тяжелые хронические заболевания, не надо переезжать в Черногорию, потому что вероятность того, что здесь вас вылечат, гораздо меньше, чем в Москве или в Киеве. Поэтому не надо переезжать в Черногорию. Далее. Плохое образование. Да, образование не самое лучшее. Но почему все забывают сказать, что оно бесплатное? Здесь не собирают деньги на шторы и ремонт класса. На подарки учителю здесь даже цветы учителям не дают. Часто в младшей школе учебники выдают бесплатно. Даже на школьную форму не надо тратиться. Ее здесь нет. И образование это не только школа, но и дополнительные занятия, на которые вы экономите на бесплатной школе. Ребята, в Черногории образование такое, какое оно есть. Тоже, можно сказать, областное. Хотя, на самом деле, может быть, Черногория может и поспорить с некоторыми областными центрами России или Украины. Поэтому, да, образование это не Германия, это не Англия и даже не Франция. И даже не Чехия, ребята, это Черногория. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал мегаученым, ядерным физиком, то это не про Черногорию. В Черногории прикладные профессии, которые нужны для жизни Черногории. Понимаете? Больше по туризму, менеджменту, ресторанам и так далее. То есть, ядерного физика вам здесь не воспитают. Поэтому, если вы хотите ребенка ядерного физика, Черногория не для вас. Не едьте в Черногорию. Нет нормальных магазинов, нет хороших ресторанов. Да, выбор не такой шикарный, как в больших городах. Но вы реально думали, что здесь представлены все мировые бренды и рестораны с кухнями всех стран мира? Включая перуанскую. Ребята, если вы любите вкусно поесть, вам не в Черногорию. Да, с каждым днем открываются еще рестораны. Да, открываются новые бутики и магазины. Но, нету здесь шопинга. Если вы хотите шопинг, оставайтесь в Москве или в Киеве. Или еще где-то. Но, это не про Черногорию. Если вы любите шопинг, Черногория не для вас. Нет развлечений, нет движухи. Поверьте, если у вас есть работа, есть друзья и хобби, то у вас времени свободного нет. И давайте честно. Как часто вы на родине ходите в театры и на выставки? Что в Черногории рыдаете крокодильными слезами, что не можете ходить в театр? Ребята, Черногория это вам не отель. Все включено в Турции, где есть аниматоры, которые бегают, прыгают и вас развлекают. Поэтому, если вы не можете сами придумать себе развлечения, Черногория не для вас. Не едьте в Черногорию, если вы не можете сами себя развлекать. Недостаточно общения. Учите язык. И тогда вы сможете общаться не только с диаспорой, но и с местными. Быстрее интегрируйтесь. И, кстати, сможете ходить в театры. Потому что с гастролями сюда приезжают театры со всех Балкан. Как и выставки и фестивали. Многие не пытаются интегрироваться в среду, не учат язык. Общаются только с русскоязычными. Отдают детей только в русские школы. Да, ребят. Если вы собрались в Черногорию не учить язык, а тусить с диаспорой, то вы, извините меня, как те русские из Брайтон-Бича, понимаете, которые живут по 20-30 лет, не знают языка и смотрят первый канал. Понимаете, ребята, если вы не хотите интегрироваться, не надо приезжать в Черногорию. Это не для вас страна. Вам тогда лучше на Брайтон-Бич. Все черногорцы и иммигранты только и хотят на вас нажиться. Вы для них кошелек с ножками. Это нормально, оказывать услуги и получать за это деньги. Не нравится цена? Походите по базару и поторгуйтесь. Но никто не обязан помогать вам бесплатно. И давайте уже на чистоту. Вы сами не будете ничего делать бесплатно. Вы сами приезжайте и сразу пытаетесь на всех заработать. И это нормально. Потому что все хотят есть. Ребят, вот реально вы говорите, вот эти помогаторы наживаются на вас. Не надо, не надо обращаться ко мне. Делайте все сами. Ребят, я делал все сам, когда приехал в 2006 году. Но знаете, вот я бы рад был бы обратиться к Герману. Потому что Герман бы мне все сделал дешевле, чем это обошлось мне. Потому что я, блядь, переплатил в 10 раз, понимаете. Фирма, которую стоит сейчас открыть 250, мне она обошлась в 1000. В 1000. Потому что там заработал адвокат, там заработал посредник, там заработали все. Штукарь мне обошлась фирма. Понимаете. Поэтому не надо обращаться ко мне. Не надо обращаться никому. Делайте все сами. Но потом не удивляйтесь, если вы потратите денег больше. Никто вас не заставляет. Я не заставляю вас обращаться ко мне. Мало того, у меня на канале есть ролик, как получить боролок самому. Как открыть фирму самому. Все это есть. Вы можете обратиться в профильные группы. Вам везде все подскажут. И не платить вообще никому. Но опять же, когда вы приедете сюда, я очень сомневаюсь, что вы будете зарабатывать деньги на черногорцах. Вы будете зарабатывать деньги на русских. На русскоязычных. Поэтому не надо, пожалуйста, вот этих всяких наездов. Идиотских. Черногорцы ленивые. Ребята, это их страна. Нас сюда никто не звал. И в своей стране черногорцы имеют право такими, какими хотят. Значит, что я хотел вам сказать по этому поводу. Если вас коробит Черногория, когда вы приехали, не надо себя мучить. Не пытайтесь себя поменять. Если вам не нравится Черногория, если вам не нравятся черногорцы, уезжайте. Не надо себя мучить. А то знаю я таких, которые 2-3 года пожили в Черногории, потом с матами, с ненавистью уезжают отсюда. Все пидорасы, черногорцы, все пидорасы, Черногория, ужас, ужас, не надо себя мучить. А лучше вообще не приезжайте, ребята. А если приехали и не нравится, сразу уезжайте. Не тратьте время. Не тратьте время и деньги. Уезжайте сразу. Идем далее. Ехала найти мужа, нашла, а муж оказался плохой. Изучайте местный менталитет заранее. Да, здесь патриархат, здесь важное мнение родственников, друзей. Свои традиции, обычаи. Да, очень много женщин, которые приезжают, находят черногорцев, а потом с ненавистью рассказывают, какие ужасные черногорцы. Ребята, не надо. Не женитесь на черногорцах. Не выходите замуж за черногорцев, не женитесь на черногорках. Не надо. Пожалуйста, не надо. Чтобы потом не было мучительно больно. Далее. Плохой интернет, неразвитая онлайн торговля. Засмиритесь вы уже, ребята. Или платите дорого за хороший интернет. Черногория это не Москва и не Киев. И на самом деле, в данный момент времени в Черногории хороший интернет очень может даже быть. Вы всегда можете снять квартиру в хорошем районе, в центре города и подключить себе оптовое волокно. И будет у вас прекрасный интернет. А у нас идет дождь. Видите, прекрасная погода для прекрасного ролика. Летом жарко на улице, зимой холодно дома. А чего вы ожидали от страны без центрального отопления и температур зимой возле моря от 0 до 12 градусов? Что в квартире будет Африка, а иногда ночью и минус 2 и 4, а бывает и минус 8 и 10. Ребят, опять же, возвращаясь к одной из постов моего приятеля, который по-хорошему уезжает из Черногории. Он написал, что он здесь не может жить, потому что сыро, холодно. Вопрос цены. Уже появились дома с хорошим отоплением, с хорошей вентиляцией. И вопрос в деньгах. Если у вас есть деньги на хорошую квартиру, вы берете и снимаете хорошую квартиру. Если нет денег, ребята, не надо приезжать в Черногорию. Понимаете, вот и все. Нет никакой проблемы с Черногорией, есть проблема с вашим заработком. Нет заработка, не приезжайте в Черногорию. Во всем виноваты блогеры. Попрошу не обобщать. В справедливости ради хочу сказать, что даже мои конкуренты, блогеры, выпускали ролики на тему, почему не стоит ехать в Черногорию. Вас постоянно предупреждают, но вы не слышите. А потом говорите, что во всем виноваты блогеры. Люди вообще не слышат то, что я говорю. Ошибки в заявках, боровки на удаленке. Да, отличная история. Ребята, каждый раз, когда на стримах я говорю, ребята, пишите в заявочку, пишите, указывайте свои номера телефона и электронную почту. Знаете, как часто люди ошибают? Постоянно. Никто не может даже просто внимательно вбить свой номер телефона и электронную почту. О какой вообще миграции может идти речь, когда человек не может просто вбить свой номер телефона и электронную почту без ошибок? Когда я на стриме, вот на последнем стриме говорю, боровки на удаленке невозможны. Мне человек пишет тут же в заявку в этот же день. Герман, я слышал, вы сказали, что можно делать боровки на удаленке. Невозможно делать боровки на удаленке. Как вы можете эмигрировать в страну, если вы даже не слышите то, что я вам говорю? Понимаете? А потом мы обижаемся, потом мы расстраиваемся, что во всем виноваты блогеры. Ребята, а давайте вы будете внимательно слышать. А давайте вы возьмете, посмотрите все ролики, хотя бы критичные все ролики. О том, как о говне рассказываю я, о критических ошибках, о том, как просрали деньги, о крахах инвесторов. Давайте вы посмотрите и поймете, что в Черногории не надо ехать. Надо быть внимательнее немножко, чтобы все было хорошо, понимаете? А потом блогеры во всем виноваты. Во всем виноват коронавирус. Пострадали все и не только в Черногории. Да, я, кстати, записываю этот ролик именно сейчас и именно сегодня. Знаете почему? Потому что с каждым днем все будет все больше и больше недовольных. Потому что, понятное дело, ребята, всем плохо. И теперь все виноваты. Вы приехали, у вас не получается бизнес, потому что коронавирус. А виноваты во всем блогеры. Во всем виноват Герман, потому что он вас позвал в Черногорию. Нет, ребята, извините, во всем виноват коронавирус. И у меня тоже жопа с работой. Ребят, поверьте мне. И мне тоже очень хреново. Но единственное только, у меня чуть-чуть запасы есть, чтобы какое-то время прожить. Но сейчас мне, скажем, в нем становится все страшнее и страшнее. Особенно, когда говорят, что Россия не откроет границы в этом году. Поэтому, ребята, всем хреново. И виноваты не блогеры. А виноваты жизнь такая, понимаете? Надо как-то что-то делать. Вот посмотрите интервью с гидом у меня вышло на этой неделе. Посмотрите. Она реально говорит, все, гидом жопа. Вот, она будет на удаленке работать дизайнером. Вот и вы тоже подумайте. Может быть, какую-то работу освоить дистанционно. Потому что жопа у всех, а не только у вас. Далее. Меня Черногория наказала больше всех. Но я ее люблю. Вы едете жить в сказку, снимите розовые очки. Жизнь у моря не отличается от жизни без него. Черногория это курорт только для туристов. Не надо путать туризм с эмиграцией. Да, ребят. За эти 14 лет, что я живу в Черногории, Черногория меня и в хвост, и в гриву. Дрова, как сидоровую козу. Я потерял кучу денег. Я кучу нервов потратил. Я кучу здоровья потратил. Но при этом я не виню Черногорию. Я виню в этом только себя. Потому что если бы я был умнее, если бы я был хитрее, если бы я был добрее, может быть, к кому-то или к чему-то. Или еще что-то я делал лучше, то этого бы со мной не произошло. Поэтому Черногория ни в чем не виновата. А если вы считаете, что виновата Черногория, значит, Черногория страна не для вас. И ехать сюда не надо. Спасибо большое, что вы посмотрели этот выпуск. Комментарии, лайки, подписочки. Надеюсь, этот ролик был для вас полезным. И самое главное, ребята, если кто-то захочет переезжать в Черногорию, пришлите ему этот ролик. Пусть он его посмотрит. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok